Интересная игра. После того, как отчаянные искатели приключений захватили корабль королевских паладинов и отплыли из Хориница в неизвестном направлении без разрешения лорда протектора, многое изменилось. Лорд Хаген, разочарованный потерей корабля, собрал отряд рыцарей и паладинов и отправился в долину рудников. Он хотел, чтобы это не стало, выполнить приказ короля Робара II и обеспечить армию рудой для войны с орками. Его войска отправились прямиком в Старый замок. Гаронду, предводителю местных паладинов, пришлось потратить все силы, чтобы сохранить то немногое количество руды, которое удалось добыть. Лорд Хаген понял, что королевский приказ не может быть выполнен из-за орд орков, людей-ящеров и многих других тварей, наполняющих долину. Он приказал отступать, но когда они покинули замок, слуги Белиара уже ждали их. Орды орков, шаманов и ящеров с кривыми мечами наперевес атаковали служителей Инноса. Васалы лорда Хагена с боем прорвались к проходу, ведущему Хоринис, а темные твари последовали за ними. Добравшись до верхних пастбищ, лорд Хаген прекратил отступление и приказал воинам принять бой. Стараясь изо всех сил, умноженных по правительствам Инноса, паладинам удалось отбросить тварей назад в долину. Лорд Хаген и лорд Гаронду погибли. Было очевидно, что дети Белиара одержат победу над отважными слугами Инноса. Внезапно все люди и звери ощутили глубокую темную силу, которая заставила землю дрожать. Исход битвы изменился. Последние воины Инноса отступали шаг за шагом, а слуги Белиара застыли на месте, приполненные странных ощущений. Это был их конец. Скалы обрушились и завалили собой каньон. Многочисленный отряд орков и людей-ящеров был разбит. Да, вот такая вот история.